я бы хотела начать с того что вообще гендерная проблематика в российском обществе довольно долго привлекала внимание только очень узкий круг активистов и исследователей массового интереса к этой тематике в общем не было и вдруг произошли перемены гендерные вопросы стали политизироваться очень сильно так начинается это примерно с середины двухтысячных годов то есть это второй срок президента путин он объявляет о том что перед россией стоит демографическая проблема намечает три стратегии и решения и утверждает что одним из путем путей решения демографического кризиса в россии является рост деторождения и необходимо поощрять женщин для того чтобы они рожали детей продвигается и очень быстро принимается закон о материнском капитале когда оказывается что ради второго ребенка помоги гражданам россии решить очень важный демографический вопрос и пусть этому ребенку будет три года и женщина получит это так называть материнский капитал начало сообщественное обсуждение может ли действительно некоторая сумма служить стимулом для репродуктивного решения как формулировать какие действительно последствия этого закона феминистская критика прозвучала потому что речь шла о материнском капитале довольно скоро он стал называться снова семейным капиталом но в реальных практиках деньги эти должны может до сих пор получать женщина обсуждались также цели на которые может быть из истрачен материнский капитал как мы знаем по закону таких целей первоначально было только три я напомню их это решение жилищного вопроса это пенсионные накопления матери и образование детей это прокрустного ложа трех целей использования этих денег оказалось чрезвычайно узким отношение государства гражданам такое с одной стороны патерналистская а с другой стороны жестко контролирующие мы знаем на что вам надо потратить потратить деньги да и вы со своими потребностями как-то уж приспособьтесь сами да ну вот воспроизводила советские модели хотя сумма достаточно большая тем более что она индексирована 2007 по 2016 год конец работает программа материнского капитала и ясно что она может быть не решает проблему демографического кризиса но она улучшает в определенной степени положение семей и семей на нее рассчитывают и в общем эта мера впервые проблематизирует гендер второй момент связан с введением некоторых поправок в закон о репродуктивных правах дело в том что у нас возникают массовые инициативы которые призывают коренным образом пересмотреть очень либеральный закон об абортов или полностью его запретить происходит мобилизация консерваторов которые вообще-то ну называется пролайферы да это те которые обсуждая проблематику репродуктивных прав категорически против того чтобы женщин вообще были репродуктивные права эти консерваторы которые радикально хотят запретить аборт не добиваются своей цели но изменение в законодательстве об абортах происходит и частично вот эти поправки приводят к его ужесточению это второй так скажет пункт всегда политизации гендера потому что мы возникает вопрос о том имеет ли женщина сама право распоряжаться своим телом или ей надо вообще запретить да это делает или она должна это делать только согласие своего мужчины партнера и так далее третий момент связаны с консервативными мобилизацией связан законы объявлено ювенальной юстиции довольно сложная дискуссия вот дело в том что россия должна была подписать закон о ювенальной юстиции консерваторы категорически против закона о ювенальной юстиции по двум основаниям с одной стороны они говорят о том что у них есть либеральный аргумент он заключается в том что если государство вмешивается в частную жизнь то это вообще пространство коррупции это по пространство интервенции и давления вот и ограничивает родительские права а с другой стороны под под этой же сурдинкой совершенно не проводится никаких мер для облегчения положения детей которые оказываются местах заключения и которые преследуются по закону они говорят о том что семья все должна решать в семье должны быть роли родителей четко расписаны какие могут быть права ребенка ведь закон о ювенальной юстиции он базируется на концепции прав ребенка никаких прав ребенка конечно права родителей и права отца и права матери и вот эта модель традиционной семьи выступает да вот это тоже консервативный такой скажем наступление да чтоб не использовать слово наезд дальше мы говорим о законе о гендерном равен чтобы действительно реально бороться дискриминации нужно было провести через парламент закон о гендерном равенстве с определенными формулировками это международное право этот закон блокируется его не принимают почему потому что наступать консерваторы выступает против категории гендер и вот это для нас довольно любопытный момент они говорят что гендер это чуждый чуждый термин заимствованы и мало того сторонники гендерного подхода они утверждают что модели и роли мужественности и женственности мужского и женского поведения они социально сконструированы а если они социально сконструированы их можно изменить и их можно выбрать они не предписаны не государством не биологии не религиозными догматами а раз так то используя категорию гендер в законодательных актах мы тем самым проводим политику выбора сексуальной ориентации и половых ролей м м м м м м Продолжение следует...